Ветераны, чье детство прошло в осажденном Ленинграде, встретились вместе за чашкой чая. Они вспомнили то тяжелое время, когда на 872 дня люди остались практически без еды и воды. Их подвиг нельзя забывать. Слова поддержки и благодарности выразила заместитель главы администрации Татьяна Квасникова. Чтобы сегодня мы все выдержали, нам очень важно видеть ваши глаза, слышать ваши рассказы и благодарить вас за то, что вы выстояли, выдержали, за то, что сегодня с нами. В Совете ветеранов каждому герою блокады вручили нагрудный знак, посвященный 80-летию полного освобождения города и памятные подарки от администрации Ленинского округа. Сейчас в Ленинском городском округе 11 жителей, прошедших через блокаду города-героя. Их подвиг всегда будет служить примером стойкости и мужества для других. На каждое значимое событие для них организуют памятные встречи с чаепитием и концертной программой. Каждое мероприятие мы стараемся каким-то образом отметить, обязательно, в обязательном порядке. Вот у нас стенды посвящены, пожалуйста, и Сталининградской битве, и битве под Москвой, и блокадникам Ленинграда. То есть это наша работа. Молодому поколению важно иметь перед глазами пример людей, прошедших через страшные испытания, но отстоявших город до победного конца. Мы знаем каждого поименно и ведем здесь учет. То есть с каждым поименно мы общаемся, время от времени звоним. Обязательно поздравляем с днем рождения каждого человека и каждого нашего ветерана войны. Встречу также посетил краевед Алексей Плотников, ставший с автором книги «Поклонимся великим тем годам». В издании описаны подвиги людей Ленинского округа, истории пехотинцев, летчиков, солдат. В ней же были отражены истории ветеранов осажденного Ленинграда. Их воспоминания, сохранившиеся на века. Своей книге автор выручил героям блокады. Сколько людей принимало участие? То есть около 20 человек. Мы работали и собирали этот материал около года. Ну, потому что хотелось донести ту правду, которую вы доносите. Ветераны на мероприятии рассказали о том, каким они запомнили осажденный Ленинград. Делились переживаниями. Для них в этот день вживую звучали песни военных лет. Ветераны отмечают, что внимание для них очень ценно. Каждый всегда рад прийти навстречу, увидеть уже родные лица. И вместе поговорить за большим столом. Мне все нравится. Не забывают нас. Хорошо. Звонят, всегда поздравляют. В Ленинском городском округе продолжат оказывать поддержку свидетелям Великой Отечественной войны. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.